С Почином, как Барнаул следил за феерией от команды Черчесова. Зарплата через суд. 20 сотрудников Кожевинного завода из Заринска не могут получить заработанное. Пришло время отведать лакомства и повеселиться. Мусульмане отмечают ура за байром. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Безусловно, центральная новость сегодняшнего дня. Первая победа сборной страны на домашнем для себя чемпионате мира по футболу. Барнаул, как и вся Россия, этой ночью не спал. Еще бы. Увидеть голевую феерию от команды Черчесова болельщики могли сразу на нескольких больших экранах. Центральным местом притяжения зрителей стал парк спорта Алексея Смертина. Здесь открылась официальная фан-зона. За три часа до начала матча против Саудовской Аравии болельщики могли поучаствовать в конкурсах, посмотреть развлекательную программу, а также познакомиться с нашим местным волчонком Забивалой. Правда, в ответственный момент Талисман так и не смог выбрать, на чьей он стороне – сборной России или Саудовской Аравии. Видимо, испугался большого количества болельщиков. Среди зрителей были замечены первые лица края, известные люди города и родственники наших игроков, например, Александра Ерохина. Буквально полтора часа назад я ему написал, что весь Барнаум вместе с нами, с нашими друзьями болеет за него, за всю Россию. Пожелал ему много-много силы, чтобы он не смотрел ни на кого. Алтайские спасатели перешли на режим повышенной готовности из-за паводка, пишет Политсибро, о чем еще сообщают издания Сибирской медиагруппы в кратком обзоре далее. Подразделения регионального управления МЧС России перешли на особый режим накануне. В первую очередь они контролируют территорию, где наиболее активно растет уровень воды. Это Бийский район, туда уже направлена аэромобильная группировка МЧС, и Барнаульский поселок Затон, где также работает оперативная группа спасателей, и где за минувшие сутки вода на 5 сантиметров превысила критический уровень. Правительство объявило о повышении пенсионного возраста в России, информирует газета «Бийский рабочий». Предполагается, что в будущем мужчины будут работать до 65 лет, а женщины – до 63. Правда, переход на новый возрастной рубеж будет поэтапным. Он начнется в 2019 году и продлится до 2028 для мужчин и до 2034 года для женщин. Отметим, что по мнению председателя правительства Дмитрия Медведева, после повышения пенсионного возраста у пенсионеров не будет проблем с работой, к тому же они дольше будут оставаться активнее. Но с этим категорически не согласны профсоюзы России и многие жители страны. Отметим, сейчас возраст выхода на пенсию следующий – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. А вот газета «Комсомольская правда» Барнаул пишет, что алтайским педагогам увеличат выплаты за работу на ЕГЭ. Правительство края разработало постановление, по которому фонд оплаты труда для работников, привлекаемых к организации ЕГЭ, станет больше на 10%. При этом оплата отдельных категорий увеличена в разы. Елена Макаренко, Наши новости. Зарплата только через суд. В Заринске начались слушания по делу строителей кожевиного завода. 20 человек требуют выплатить им положенные деньги за несколько месяцев работы на одном из инвестиционных объектов региона. Сотрудники обвиняют в задолженности своего подрядчика – новосибирскую компанию «Монолитспецстрой». Один из пострадавших, Геннадий Куличков, работал арматурщиком, нанимался на условиях, когда зарплата зависит от выполненного объема. Но спустя всего пару недель деньги начали задерживать, а его бригада ушла. А Геннадий в надежде получить заработанный остался уже на складе. Прошло еще три месяца. Все это время ему выплачивали лишь авансы по несколько тысяч рублей. Всего ему должны около 200 тысяч. В феврале он и еще десятки мужчин обратились в суд. Защищать себя вынуждены сами. Средств на адвокаты нет. На первое же заседание их новосибирский подрядчик не явился. Мне сказали, что вообще документы рассматривать должны в Новосибирске. И никто не сможет с наших людей, потому что деньги никому не заплатили. А ездить туда – это накладно. Подробный сюжет о том, как десятки людей не могут вернуть свои заработанные деньги, смотрите в нашем вечернем эфире. В это воскресенье медицинские работники будут отмечать свой профессиональный праздник. Он берет свое начало еще в советском 1980 году. Сейчас только в Алтайском крае работают свыше 10 тысяч врачей и почти 30 тысяч медицинских работников среднего и младшего звена. Всего порядка 60 тысяч человек, включая фармацевтов, лаборантов, санитарок. В нашем вечернем эфире смотрите материал о тех, кто предан профессии и никогда бы не променял ее на другую. А сегодня весь мусульманский мир отмечает праздник Кураза-Байрам в честь окончания священного поста в месяц Рамадан. Празднование прошло и в главной мечети Алтайского края. Уже с восходом солнца на праздничную молитву начали приходить сотни верующих. К восьми утра их число достигло четырех тысяч. В течение Великого поста верующие не пили и не ели от рассвета до заката. Сесть за стол могли только ночью. Помимо этого в месяц Рамадан особое внимание уделялось духовной жизни, молитвам и благотворительности. С сегодняшнего дня они могут позволить себе разнообразные лакомства и повеселиться. И в этот день как бы уже легкость, праздничное настроение, легкость в душе как бы. И вот есть желание на весь оставшееся время, на год, на следующий год уже совершать более добрые дела. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды сеть магазинов «Трофей» все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофее» найдется все для отличного летнего отдыха. Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от компа! Покажи своей девушке настоящую романтику! Сходи в поход с семьей! Приготовь ужин на костре! Будь мужиком! Сеть магазинов «Трофей»! На большей территории края дожди в Бийске и Заринске до 22 тепла, в Рубцовске 23, 20 в Белокурихе. В Барнауле юго-западный умеренный ветер, днем дождь и до 25. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!